Здравствуйте, дорогие детки, сладкие малыши! Сегодня я вам расскажу сказку про Машеньку и Медведя. Как жили-были дедка-баба, и была у них внученька Машенька. Однажды Машенька решила пойти с подружками в лес, по грибы да по ягоды. Машенька сказала дедушке-бабушке, дедушка, бабушка, можно и я пойду с подружками в лес? Дедушка-бабушка ответила, конечно, можно, только смотри, от подружек не отходи, не то заблудишься. Маша с подружками пошли в лес, кустик за кустиком, деревце за деревце, И Маша даже не заметила, что отстала от своих подружек, заблудилась, пришла в самую глушь леса. Навстречу Маше вышел теремок. Постучалась она в теремок, никто ей не ответил. Тогда она открыла дверь и зашла в бездушку. Села у окошка и думает, кто же здесь живет? А в этой избушке, оказывается, жил большой медведь. Только в это время его не было дома, он гулял по лесу. К вечеру медведь вернулся домой и увидел Машеньку, обрадовался. Ага, вот сейчас я тебя никуда не отпущу, останешься со мной. Будешь прибираться у меня в избушке, будешь печку топить, мне пирожки печь. Делать было нечего, Машенька согласилась. Осталось жить с медведем. Но Маша была очень умной девочкой. И она все время думала о том, как же избавиться от медведя и убежать от него. Думала, думала и придумала. Испекла Маша пирожки. Собрала их в корм и сказала медведю. Медведь, а, медведь, отнеси эти пирожки бабушке да дедушке. А я поднимусь на самое высокое дерево и буду оттуда за тобой следить. Смотри по дороге, не открывай короб, не ешь пирожок. Медведь согласился. Хорошо, давай отнесу. Но прежде, сказала Маша, выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик. Когда медведь вышел на крылечко, Машенька быстренько полезла в корзину, спряталась в корзину. А сверху положила тарелочку с пирожками, чтобы медведь ее не увидел. Когда медведь вернулся, увидел, что корзина уже готова. Взял медведь корзину, откинул на плечи и отправился в деревню. Шел он, шел, да устал и думает про себя. Сяду на пенек, съем пирожок. А Маша услышала и сразу отвечает из короба. Вижу, вижу, высоко сижу, далеко гляжу. Не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушки, неси дедушки. Медведь испугался. Ах, какая хитрая! Высоко сидит, далеко глядит. Медведь испугался, встал и пошел дальше. Идет, идет, опять устал и думает про себя. Сяду на пенек, съем пирожок. А Маша опять услышала, говорит. Вижу, вижу. Высоко сижу, далеко гляжу. Не садись на пенек, не ешь пирожок. Медведь испугался опять. Говорит. Смотри, какая хитрая, какая глазастая. Все видит. Встал и пошел прямо в дерево. Пришел, нашел избушку дедушки и бабушки. И стал к ним стучаться. Дом-дом-дом. Аж так сильно постучался, что испугались дедушка и бабушка. А собаки, учуяв, что медведь пришел в деревню, накинулись на медведя со всех сторон и начали на него лаять. Испугался медведь, оставил короб прям у порога и убежал в лес, куда глаза глядят. Дедушка и бабушка вышли на порог и увидели короб. Что за короб, спрашивает дедушка. Машенька подошел, поднял крышку, а там Машенька жива да невредима. И стали дедушка с бабушкой обнимать Машу, целовать, умничкой называть. Вот и сказке конец, а кто слушал, молодец. Дорогие детки, до следующих встреч. Мне было очень приятно с вами увидеться. До свидания.